всем привет сегодня у нас 9 августа тема нашего созвона листер регистрация торговых марок теперь добавились у нас еще австралии китай по китаю сам уже задумываюсь запустить свою торговую марку но для этого сначала переупакуемся сделаем упаковочки сделаем ребрендинг кстати совершенно спросить торговой марки будем по названию писать или в будущем будем делать уже и по рисунку логотип регистрирует здесь как обычно все показывает поиск потому что если торговый знак слабый по названию то обычно регистрируем с логотипом с рисунком если же он сильный то есть когда мы делаем нами то там принципе можно просто по названию работ все понял ну в любом случае посмотрим то есть китае сейчас саша расскажет про китай-австралию австралии мне не так интересно пока но китаю очень интересно потому что будет сложнее вывозить из китая подделки наших товаров я очень часто сталкиваюсь с проблемой связанной с тем что мой товар привозят на еврей торгуют и мы его выкупаем и он один в один как у нас только там полиграфичен что-то отличается там или еще что то есть это в любом случае инструмент если вы собираетесь торговать долго этими товарами достаточно сильно так вначале я хотел на правах рекламы немножко рассказать про наши услуги вкратце по-быстрому сейчас на данный момент мы четыре основные новые услуги про которые ни разу не рассказывал расскажу то есть мы вводим ключи в топ здесь в принципе достаточно подробно мы расписали мы берем главные ключи главные ключевые запросы вашего товара даем рекомендации по фото то есть оптимизируем листинг фото количество отзывов листинг и все вот эти вещи и запускаем товар соответственно обязательства наши держим в топе там до двух месяцев гарантия в любом случае здесь есть так что обратите внимание если ключи не будут в топе полный возврат если мы после трех недель то есть мы считаем что три недели это уже в принципе достаточно строго для того чтобы понять что ключи уже в топе и и после этого ваши ключи падают мы соответственно пропорционально просто там две трети возвращаем потому что ситуации разные по-разному все это происходит в любом случае гарантии есть работа есть понятно что ключи неограниченного количества их нет но в любом случае у каждого товара как правило там я не знаю десяток несколько десятков основных ключей нам не надо брать хвосты нам не надо брать там какие-то другие ключи то есть если ваш товар продается если он цепляется времени там вот этих даже трех там четырех пяти недель достаточно два месяца за глаза чтобы он укрепился на данный момент у меня я даже не помню какой лисин два месяца прожил если честно то есть меня больше вот эту проблему смущает так вторая услуга это у нас связка склейка кому как нравится больше не без разницы смысл один увеличивается количество отзывов на вашем лисинге когда это использовать кому как у нас есть три момента на старте 1 у нас есть моменты когда мы уже 10-30 день и когда 30 и дальше на старте можно делать склейку 50 50 отзывов это минимальный пакет абсолютно достаточно для этого ну вот и спокойно можно было стоить сделали 50 спокойно можно закрыть все вопросы в огромном количестве ниши я на данный момент во многих нишах вообще торгую там 20-50 отзывов принципе достаточно почему минималка 50 потому что на первой странице у вас должны быть нейтрального хороший мне понравилось подошел то есть отзыв который подходит к любому товарах вот если мы будем делать 10 20 там 15 отзывов просто мы столько нейтральных отзывов не наберем вот почему такое минимальное количество принципе гарантии тоже самое все работы четко кому надо обращайтесь любом случае этих проблем еще у нас есть что тут разбан аккаунтов вчера мне разбанили как раз в очередной раз забанены на одном аккаунте все мои лисинги забанили за то что обвинили нас в хазмате точнее про хазматы только сегодня увидел что нас сняли с хазматы то что наш товар признали каким-то лечебным товаром которым мы торговать на амазоне нельзя вот ребята помогли сделали то есть они мне разбанили уже четыре лисинга ну как было так следующее следующее у нас это мы делаем аккаунты постоянно с аккаунтами проблема постоянно вылазит всякие нюансы связанные с тем что надо куча документов и всего такого в этом роде сделать для меня например я сейчас новые аккаунты хоть и на привате делаю для склейки в первую очередь и для дубликации для того чтобы если забанить мой аккаунт я мог быстро подцепиться к другому лисину как бы запасные так что там телевизор работает включаем зон у кого-то у нас тут лишние звуки ну вот принципе все я рассказал то есть пока он там если более подробно возникает поставим какие-то паузы по этим паузам мы прорабатываем убираем новые документы как оформить правильно делаем специально даже делаем так что часто новые аккаунты проходят двойную верификацию после того как вы прошли все поторговали немножко вот у меня аккаунт тоже такая же ситуация была мы на днях только вы разбанили то есть мы поторговали где-то две недели и нам запросили там кучи документов вот подготовили все четко сделали в течение часа нам разбанили пока но подготовлю документы потому что тот формат в котором мы работали у нас чуть-чуть был другой пакет документ сейчас все работает то есть открытие новых аккаунтов это не так просто для новичков то же самое если вам сложно геморно и так далее не такие большие деньги чтобы там не ограничить количество времени тратить так что тоже обратите на это внимание для склейки сказал для каких-то технических действий сказал про качественные аккаунты кончились сейчас наделали их на запас то есть там через несколько месяцев обращайтесь будут прокаченный аккаунт то есть чтобы он был байбокс в принципе всем саж приступай к рассказу к своему в первую очередь давайте расскажу о регистрации в китае для чего это нужно такие плюсы в этом есть в первую очередь регистрация торгового знака в китае нужно для того чтобы блокировать скажем так производители от продажи вашего товара под вашим брендом другим клиентам конкурентом дропшиперами так далее то есть очень часто часто случается такая ситуация когда вы заказываете товар это с какими-то уникальными особенностями тем более под своим брендом если он хорошо продается то производитель начинает его продавать другим клиентам то есть получается вашим конкурентом дропшипером и так далее что естественно негативно влияет на ваши продажи то есть нужно пройтись по таким этапам что нужно в первую очередь сделать при заключении при покупке при заключении договора с поставщиком то есть обычно все новички не заключают договор во первых с поставщиком это основной минус второе минус нету так называемого соглашения о неразглашении то есть когда договоритесь с вашим поставщиком старайтесь обязательно заключать так называемое соглашение о неразглашении это раз и очень оптимальным вариантом является заключение контракта согласно которому поставщик имеет продал имеет право продавать товар только вам это в будущем значительно вам поможет блокировать так называемые левые продажи и особенно это положительно влияет на то допустим вы можете вы хотите поменять поставщика и вы его меняете находите где-то более выгодные условия а ваш старый поставщик продолжает продавать ваш товар то есть на примере наших клиентов был случай когда они заказывали молд так называемая пресс-форма и со время они перешли с этим молдом другому поставщику и у них выяснилась такая ситуация что их молд начал копироваться поэтому есть скажем так три основные рекомендации наш извиняюсь вот мол молд это же у нас уже патентный дизайн и вот на эти все вещи мне кажется они на торговый маркер объясни пожалуйста да это я уже перехожу вот к комплексной защите то есть в первую очередь вот допустим у нас есть молд к примеру пускай это будет солнечные очки с реализованными стеклами что нужно сделать в первую очередь допустим у вас есть какая-то уникальная форма мы здесь говорим о том что вот мы изобрели будет уникальную форму для очков пример пускай это будут очки для водителей желтыми стеклами поляризованные и по бокам с какими-то шторками что нужно сделать в первую очередь то есть мы проверяем данный товар на патент патенты в первую очередь проверяются google патент то есть мы забываем поиск первого глаз из пола рой глаз из как раз у меня открыта страничка называется так патент . google к примеру мы забываем глаз из пола рой все довольно таки просто визуально есть много фильтров которые позволяют уменьшить скажем так объем поиска естественно вот на данном примере для того чтобы защитить себя можно сделать потянут на дизайн потянут на дизайн что в себя включает это уникальная форма какие-то вырезы какой-то орнамент для проверки вот нашего товара допустим мы хотим запустить в продажу очки полароид с уникальной формы здесь мы забываем в поиск глаз из пола ройт мы должны проверить верху здесь написано 1464 результат мы должны проверить все эти патенты во первых на наш допустим здесь вот есть какая-то форма мы должны выбрать эту форму уникальной и в чем основной акцент данной проверки если мы будем продавать поляризованные очки то есть мы должны их проверить на патент на изобретение данном случае мы сразу же так как мы знаем что поляризованные очки были изобретены полароид и так далее мы находим патент полароида и смотрим что он уже не действительно стекший то есть данной ситуации мы в принципе можем торговать если бы патент был в силе то нам пришлось отказаться да и так с патентами более-менее разобрались дальше мы переходим допустим вот у нас есть очки есть уникальная форма мы мы заключаем как с поставщиком желательно заключить контракт 1 потом второе подписку о неразглашение нашей уникальной форме формы молда параллельно уже запустить 3 патент на дизайн на именно на эту уникальную форму и 4 что является самым дешевым вариантом и это авто защита авторских прав то есть нужно защитить все чертежи изображения фотографии данных очков и молда формы посредством авторских прав это делается в копирайт офисе тоже сажал копирайт точках гов авторским правом в чем плюс защиты авторским правом то что авторская права распространяется во всех странах во всем мире в отличие от торговых знаков и патентов торговые знаки как и патент действует территория территориально то есть если у вас есть торговый знак сша это не значит что он будет работать в китае опять же мы возвращаемся к вопросу о китае большинство когда начинают торговать сша забывают про то что можно защитить торговый знак китае и подать заявку на таможню либо в китае либо в сша в зависимости от того где у вас есть торговый знак и на основании данной заявки таможня будет арестовывать все товары под вашим брендом то есть если у вас будут очки к примеру ваш бренд то они будут арестованы на таможне у вас будут просить разрешения на ввоз либо если вы его не дадите то это будет считаться контрапактом и они будут уничтожены что касается это что касается технической части естественно при запуске товара нужно подумать о том чтобы проверить его на торговый знак очень часто бывает такое что техническая частью разобрались завезли товар начали его продавать и тут прилетает бан от конкурентов того что похожий торговый знак буквально разница в одну букву или дверь очень часто бывают названия вообще один в один блокируется вся торговля и товар приходится вывозить уничтожать или распродавать вот это вот самая основная ошибка не проверили на торговый знак торговые знаки проверяются в базе из пт.gov и хочу заметить очень часто многие делают вот такую вот ошибку здесь справа на сайте есть все чисто того это поиск по сайту не в базе данных для того чтобы сделать поиск по торговым знакам нужно навести сюда вот на трейд маркс насечек трейд маркс только тогда мы выйдем вот на эту страничку где есть поиск по торговым знакам хочу заметить что по поиск по торговым знакам нужно проводить допустим вот ваш у вас есть бренд к примеру полароид вы вбиваете в базу не просто полароид вбиваете звездочка полароид и потом еще одна звездочка то есть это означает что в базе будет произведен поиск на несколько слов и на комбинации с этим словом также при поиске торгового знака очень важно заменять какие-то буквы допустим если вы проверяете полароид то может быть торговый знак солароид малароид все эти торговые знаки будут считаться похожими и вы получите отказ точно так же как ваш конкурент допустим с торговым знаком солароид может подать на вас претензию потому что ваши знаки очень похожи но это что касается торговых знаков ну как раз открылась форма поиском висп то пока открывается я хочу рассказать про регистрацию в китае регистрация в китае от 900 долларов занимает она приблизительно вот года ну в принципе нужно рассчитывать на полтора года это стандартный срок только как в америке стандартный срок 8 месяцев в китае нужно рассчитывать приблизительно полтора года на регистрацию также вот сейчас популярно направление регистрации торговых знаков в австралии многие сша расширяются на австралию потому что там как говорят девственный рынок такой знаете простой и еще нигде нету большой конкуренции где очень легко запуститься новичку и как говорят продавцы амазона которые там торгуют там не хватает каких-то инструментов из селера центров но все это очень быстро и динамично развивается австралийский очень такой скажем простой который будет динамично развиваться и так по поиске наставим звездочку пишет наш полрой и еще одну звездочку вот так вот должен выполняться поиск полурой естественно очень знаменитая торговая марка но даже она как видите есть в большом количестве то есть и данном поиске как видите здесь куча этих половой то все эти полароиды когда вы появляете мы должны проверить на свой товар что если вы торгуете очками значит вы должны зайти в каждой вот из этих вот списков и проверить если там есть очки значит вы получите отказ значит вам нужно менять торговый знак делать ребра нет все это естественно нужно сделать до того как вы закажете ваш товар поставщика и до того естественно как он попадет в америку где вам где если вы неправильно сделать рынок вам придется его уничтожать ну или распродавать это что касается торговых знаков поиска то есть еще раз хотелось бы сделать акцент что поиск делается именно в базе не по сайт потому что я видел несколько презентаций людей которые делают по проверку поиск товара пилот и товара на продажу видел что они неправильно делать поиск по торговым знаком а также по патент еще раз патент это google патент торговые знаки это не испытал . гоф хотелось бы заметить что сайт не испытывала . гоф иногда некорректно работает из-за перегруженности то есть сервер настолько перегружена что он иногда выдает либо ошибки либо неточные результаты поэтому желательно делать эти поиски несколько раз в принципе лучше обратиться к специалисту который пользуется платными базами платным доступом естественно когда вы обращаетесь к специалистам возможно это будет стоить вам каких-то денег но у вас будут гарантии что это будет сделан качественный поиск на фонетику разные комбинации звуковые схожести и так далее потому что есть куча сайтов не будем говорить какие все все они на слуху которые якобы делают какой-то поиск этот поиск у людей приблизительно вот тот же самый половой на точное название без звездочки это этим скажем так вот этот вот весь результат этого бесплатного поиска то есть вы прекрасно его можете сделать сами в базе спута даже в том же самом google то есть этот поиск как таковым не обладает никакой ценности очень часто такой поиск предлагают скажем так сайты либо такие либо ну допустим сайты которым выгодно дальше оказывать кучу услуг по отказам по решению возражений и так далее в этом есть для них есть финансовая заинтересованность вот здесь вот разница принципе небольшая за то что поворот такое более-менее известная торговый знак разница по моему все записи но если мы допустим видео будет очень часто есть такие слова который все почему-то желает себе добавить торговый знак они естественно очень распространены в тех классах где есть которые популярны как обычно техника какие-то устройства кухня косметика и так далее ну вот как видите для год у нас 391 752 результат не самый лучший вариант для выбора название своего торгового знака так что касается стоимости еще раз хотел повториться что регистрация в китае от 900 долларов регистрация в австралии от 700 долларов регистрация во всех странах европы от 1400 долларов для ускорения регистрации для полу для ускоренного получения бренд-регистри есть возможность провести регистрацию великобритании за три-четыре месяца это вот 600 от 650 долларов предварительный поиск мы выполняем от 100 долларов подача документов 675 долларов за каждый дополнительный класс мы взимаем 325 долларов тариф у нас изменился так добавить добавить больше нечего добавить говорю мне больше нечего принципе саша работаю уже там наверное муж такой второй год уже как минимум правильно да два года без отказов пока что саша сделал мне два аккаунта 2 торговые марки точнее я уже сама чё там по классам нарисовали вот эту справку по тридцать пятому классу готова все то есть мы запускаем саши запустили сразу где торговые марки по двум классам первый класс сначала по одному естественно потом как чем дальше в лес тем больше дров оказалось что надо еще по второму классу сделать то есть по рекламе и по продажу потому что могут и здесь у нас оказывается разуть и раздеть грамотные товарищи вот то есть на данный момент для торговые марки по двум классом первый класс основной по нашим товарам уже по обоим торговым маркам получили, первую торговую марку мы начали делать в ноябре, вторую начали делать в январе, обе получили 29 мая, первую дольше получилась, у нас там протест какая-то тетя, расскажут про таких вообще аферистов, чем они занимаются, что они протестовали на полученном торговой марке, в принципе, без оснований, мы месяц просто потеряли, но так они ничего и не сделали, в принципе. Да, в общем, там была такая ситуация, вокруг торговых знаков, куча всяких мошенников, адвокатов, которые постоянно предлагают какие-то, знаете, такие завышенные услуги по завышенным ценам. Ну вот у Дениса, например, была такая ситуация, он уже получил решение о выдаче торгового, о публикации, и после публикации есть такой период, 2 месяца, в который могут, конкуренты могут подать консистацию. Что это означает? Если конкурент не согласен с выдачей вашего торгового знака, он подает возражение. Денису как раз в вот этот период, перед получением самого торгового знака, пришла консистация от некого адвоката, такая, как говорится, тетя из Бразилии, причем реально адвокат из Бразилии подал консистацию, но он, скажем так, это больше игра на испуг, то есть данная консистация, это было заявление на консистацию. Если бы Денис или мы, допустим, в данной ситуации бы испугались, мы бы попытались бы с ней договориться. Так как мы были уверены, я делал Денису нейминг, я был, скажем так, на 99, ну на 100% уверен в том, что данный торговый знак пройдет регистрацию и нету никаких конфликтов, то есть мы даже не захотели с ней общаться, договариваться, просто проигнорировали ее, и через месяц она не продолжила данную процедуру, так как поняла, что ничего она с нас не получит. Моментов таких много, да, то есть там уже на автомате стоит зарабатанный денег, даже вот перед тем, как вы будете подавать в Upstart, перед тем, как вы сами будете или с Сашей, неважно, или еще с кем-то подавать, я советую все равно посмотреть домен комовский, посмотреть Gmail-овскую почту, Yahoo-почту, именно с этим вот, с возможностью регистрации. Это будет удобней, понятно, что можно профессиональную почту поставить и сделать, но в любом случае это и лишний проверка и удобство, потому что я этого как-то на это внимание обратил, когда мы начали искать комовский домен, естественно, они были заняты, один домен был занят уже там пять лет назад, там зарегистрирован торговой маркой, продается что-то там с какие-то деньги приличные, а второй домен был зарегистрирован в тот момент, когда мы подали, то есть скорее всего там какой-нибудь бот работает, то есть люди подают, место свободно есть, они его покупают, я надеюсь они там, может быть год, вот у меня год пройдет, может быть продлевать не будут, мы его купим, потому что там за 3-10 тысяч долларов не хочется, не помню там сколько там, тысячи, две тысячи, ну такие цены, в любом случае это, ну я не помню, просто не могу сказать, потому что смотрели и человек прям реально продает, то есть реально эти домены продаются, то есть никаких проблем нет, ну понятно, что то есть они таким образом зарабатывают, вот и здесь вот эти все микромоменты, они как бы на опыте, то есть можно просто вот эти вещи немножко пролететь, ну и есть свои неудобства естественно в этой ситуации, вот так что имеете ввиду. Да, да, то есть вот действительно очень важно, очень много вот есть нюансов при тех же самых возражениях, вот допустим, когда мы регистрируем, мы большинство всех простых возражений делаем бесплатно, есть сложные возражения, конечно мы вынуждены не делать платно, потому что очень большой объем работ, но очень много есть таких нюансов, когда, скажем так, приходят какие-то вот эти вот письма мошенников, которые предлагают там какие-то непонятные услуги по регистрации торговых знаков, также по публикации, вот сейчас появилась новая волна, перед тем, как вы получаете уже торговый знак, вам приходит письмо о том, что вы можете опубликовать, вернее, вы должны опубликовать за 1000 долларов обычно ваш торговый знак у них на сайте. в принципе, как бы, с точки зрения закона, это просто какая-то уловка, но извините, 1000 долларов за публикации на каком-то чужом сайте, непонятно для чего и как, это по-моему довольно-таки такой мошеннический ход. что касается регистрации, всем настоятельно советую, перед запуском товара проверьте ваш торговый знак, ваше наименование, потом это выходит очень дорого, лучше заплатить специалисту 100 долларов и проверить его, чем потом терять деньги на уничтожение товара, на репрейминге и так далее, потому что очень часто вот бывают ситуации, когда люди уже завезли товар и им приходится переклеивать, уничтожать его и так далее. Почему таких вот нюансов? Только из-за того, что не проверили название. Естественно, на патент. У меня все, пока Денис. Вопрос есть какие-нибудь у нашего небольшого коллектива? Если кто-то хочет сказать или написать, тут есть чат или микрофончик с левого угла. У меня, в принципе, все, я давно с тобой работаю, все знаю, работать мне приятно, проблем никаких нет, я люблю людей, которым дал задание, дал это самое, человек просто тупо делает и все. Медленно, но верно, так скажем, потому что здесь ты работаешь с государственными органами, здесь особо не ускоришь и те люди. У меня, правда, есть товарищи, которые говорят, что там можно как-то ускорить. Да, можно и через Англию сделать, сделать бренд-регистри, потом, но я не знаю, то есть своя специфика. Еще хочу рассказать про преимущества торговой марки и недостатки. Когда это я получил, торговой марки, 29 мая, где-то в неделю-две я разбирался, как ими пользоваться, во-первых. Потому что, ну там, кабинет отдельный, во-первых. Во-вторых, я это делал для того, чтобы жаловаться на дропшиперов, хеджекеров. Не важно как их назвать, крысы, они в Африке крысы. Ну вот, потому что я понимаю, люди, которые торгуют чужими брендами, которые, сами бренды не торгуют на Амазоне, но люди, которые видят, что здесь какой-то мини-бренд какой-то, там у человека три товара, один товар, и лезть у него, отгрызать какой-то кусок. То есть это или умышленно сделать, победить в конкурентной борьбе по основному аккаунту. То есть она мне давать торговать. То есть, ну это в любом случае понятно. А второй момент, это просто что-то украсть. Ну то есть как воровство, я больше это не воспринимаю. Из-за этого говношиперов терпеть не могу. На этом Амазоне, там Амазон, это, я считаю, большая недоработка. Это ни фига не борьба за цену. Мы с такими же приватлеблочками так же спокойно конкурируем. Ну ладно, отхожу от темы. В любом случае, торговую марку при жалобе на Амазоне бывает принимает, бывает не принимает. То есть бывает многократно надо. Многократно начинаешь спамить, тебя прям сразу блокируют и пишут там, не удалим, не удалим, не удалим. Но уже отчаялся, потом начал удалять. Потом постепенно смотрю эти магазины, перестали ко мне прицепляться. То есть со второй, с третьей попытки они стоят и блок, наверное, на опров. Я честно могу сказать, не знаю. На той стороне не было, как это все происходит. Но в любом случае с дропшиперами бороться можно. Это не панацея однозначно. С гейтингом будет проще работать. У меня гейтинга нет и на одном аккаунте пока. Что еще интересного? Интересно то, что я зарегистрировал торговую марку на час налицо. На тот аккаунт, получается, делал бренд регистры. На тот аккаунт, через который я захожу. Самый мой первый аккаунт. И вот как раз на днях я раздавал доступы для других своих аккаунтов, партнеров и так далее. То есть, в принципе, я могу отдать торговую марку и пользоваться практически любому. Единственное, есть моменты категории. То есть, в которых, кстати, и в моих же категориях мне пишут. Какие там дегенераты просто такое ощущение сидят, что нет, это не ваша категория. Я не знаю. Там даже черным по белому написано, что вот именно для этих даже товаров. То есть, ну, всякий бред бывает. Но в любом случае, в общем, это решается. То есть, решается проблема. С ней намного лучше, чем без нее однозначно. Вот. Раздаю доступы. Мучился я долго. В кабинете бренд регистры это происходит. Многие даже этого не знают, как делать. Потому что, ну, мало кому это надо. В принципе, у кого есть торговые марки, раздавать на другие магазины. А мало у кого их несколько есть. Да еще и на одном магазине. Вот. Ну, вот у меня получился на один бренд я раздал спокойно. Неделю, наверное, мучился. Что-то там не Амазон, там, переписка. Если не переписывался там, то им коды какие-то надо. То-то-то все. Пока разберешься, очень сложно. А второй бренд у меня вот я скидывал на днях. Скрин. Написано, что выберите бренд. То есть, явно Амазон скобит. Вот. Ну, написал им письма по каждому ответу. Так что, двигаемся, продвигаемся. Интересно. В любом случае, если мы сейчас, вот чем мы загнались, это упаковывать товары и все остальное, торговой марке нужно. Отношение совсем другое. Это правильно, правильный путь, мне кажется. Если мы работаем долго. Ни на год, ни на два. Ну вот. Так что, нужная вещь. Делайте сами, через нас, через кого-либо других. Не столь важно. Просто, мы это делаем уже, точнее, я с Сашей достаточно давно. Вот. Уже проверенный, так скажем, вариант. Мне кажется, это логично. Так, вопросов, я смотрю, нету. Сейчас чат открою. Ну, думаю. Народу мало для торговых марок. Когда припрет, будут видео бескать. Я что скажу. Вот. Я, кстати, в последнее время заметил, что даже дропшипперы начинают делать торговые знаки. Да все, все. Кто? Переходят с дропшипа на свои торговые знаки и переходят в private label. Это вообще логично. Не, ну там, из private label огромное количество людей. Тот же самый, сейчас вон куру запустили наши товарищи, которые к дропшиппингу плохо относились. Сейчас начали его двигать. Потому что, в любом случае, вода перетекает из одного сосуда в другое постепенно, плавно. Попробовали здесь не получилось, попробовали там не получилось. Там набрали нового опыта и так далее. В дропе, в принципе, логично. И, конечно, ты смотришь, как продается. То есть, дроп. Для меня дроп – это, ну, я имею в виду онлайн, дроп – неважно. Это когда ты, в первую очередь, не двигаешь свои листинги. То есть, чем мы отличаем? Тем, что мы двигаем свои листинги, мы можем ноунейм продавать товары. И дело же не в этом. Просто ноунейм еще сложнее продвинуть. Соответственно, мы двигаем свои листинги, мы, соответственно, называемся private. То есть, это все относительно. Из-за этого на дропе, если человек двигал какие-то чужие бренды, в белую, в черную, в серую – мне все равно. Ну, смысл такой, что он понимает, что вот именно такие товары продаются. Но он начинает копать аналоги. Нашел аналоги, смотрит, блин, и не обязательно там с известным брендом надо продавать. Да, будет дешевле, как правило. Ну, вот, посмотрел, маржу посчитал, нашел Китай, начал продавать, потому что он эту нишу уже знает, понимает. Как вот у меня есть ниша, мне ребята все говорят, что там сидишь, что-то не уходишь там, тебе долбят там и так далее. Ну, пока как бы силы есть и в основном причины есть. Большие товарные остатки, вот, из-за этого и не уходим. А там дальше будет видно, и в нише ты все лучше и лучше понимаешь. Это вот как вот реально смотреть вот на эти точки, когда ты ничего не видишь, и со временем там, получается, с годами начинаешь видеть такие моменты, на которые ты не обращал внимания даже год назад, на которые ты внимания не обращал, естественно, на старте и не понимал вообще нишу. Ты сначала проходишь много-много всяких этапов с любым товаром, с любой нишей. Бывает, они просто неудачные, ты понимаешь, что это как бы не то. А бывает, ты понимаешь, что товар не то, но ниша классная, ее можно изменить. Вот у меня, где я во многих нишах торгую, ну, просто, я не знаю там, ну, дай бог, что фотографии более-менее начали делать, более-менее. Вот. Только дай бог. Вот мы и говорим, что фотографии там на Амазоне, на самом деле на Амазоне очень плохие фотографии очень. И те люди, которые привозят, показывают, очень часто уже беленькие там, не такой трэш, как раньше, но все равно это любительство. То есть это любительство, любительство, еще раз любительство, и уровень низкий. Ну, вот. И композиция, и все остальное, все равно там еще есть к чему расти, и очень мало кто действительно делает классные вещи. В основном это, блин, я не знаю там, фотошопер девятого разряда, в лучшем случае с каким-то чувством вкуса. Или как вещи, которые даже, блин, модели, ну, то есть настолько, убого все, и даже модели не могут нанять там человека. То есть человеки сфотографируются, а тупо на фотошопе накладывают там на голову, на ногу, там на руку. Ну, это просто трэш, вот, ну, слов нет. И покупаете все равно. Я молчу про упаковку этого товара, я молчу про все остальное. Это вообще про там лого, про торговую марку, там, и все вот эти моменты. То есть Амазон реально пустой в этом отношении. Единственное бы, он бы все-таки не то, что лицом, не то, что там, я не знаю, какие-то вещи к продавцам, ну, хотя бы лицом к нам развернулся, начал нас слышать. Хоть немножко ему. Потому что, в любом случае, все, если так вот на самотек пускать, отдавать там руки, непонятно, индусам или еще кому-либо, вон как они там, то разбанивают по звонку, то еще что-нибудь делают. Вот. То это ни в какие рамки не пойдет. Вот. Так что это единственный момент. Именно, чтобы долгосрочность капиталовложений, они были более-менее защищены, потому что все остальное-то не имеет никакого смысла. Одни нервы только. Так. Так. Что, демонстрацию экрана включай? Вопрос все равно мы не дождемся. Я сейчас тоже Shark Spring включу, просто... Да, кстати, знаю, что вот в американских фирмах 60-70% капитала, это именно интеллектуальная собственность, торговые знаки, патенты. Ну, это уже другой бизнес, не надо нас. Мы челноки, мы мелочевка. Там и разговоры, когда ты начинаешь с ними разговаривать, сто тысяч оборот в месяц, двести тысяч оборот в месяц, мне просто это плакать хочется каждый раз. Единственное, надо пометку делать, что на эти там обороты там может сидеть один спокойный человек и зарабатывать с этих двухсот там вложенных денег пятьдесят, например. Ну, это редко, но можно. А можно делать пятьсот тысяч оборот и работать минус там пятьдесят. Потому что обороты он ничего, это ноль, это ничто. Главное, сколько зарабатывать. И опять, насколько долгосрочные инвестиции. То есть, если ты просто привез, перепродал, что ближе к онлайну, дропу, хотя я могу ошибаться. То есть, ну, в любом случае, в общей массе это ближе. То в привате это более длинные деньги, мне кажется, все-таки. Ну, могу ошибаться, но мне так кажется. И за это, да, мы в бренд вкладываем. Да, даже есть идеи, бывает, там, всякие такие вещи. Думаешь, вот у нас там обучается много там ребят. Блин, раздать им торговую марку. Открыть категорию и вообще взять, там, на много категории сделать торговую марку. Или много торгов, дать их в аренду. И вот так они сами раскручиваются будут. И человек просто будет заходить на Амазон и видеть, что есть такая торговая марка. А потом пойдем в офлайн, когда мы подготовим свои продукты с этими торговыми марками. Ну, это, есть всякие такие идеи интересные. Ну, просто мы пока не доросли, не до этого точно. Решаем задачи утилитарного, так скажем, плана именно. Как отзыв получить, как чтобы их не удалили. Раньше решали проблему вообще, как получить органический продаж. Сейчас с этим, я думаю, проблем ни у кого нет. Как вчера мне мой старый ученик звонил как раз. Вот он поставил 3 доллара на биде. У него там 5000 impression, по-моему, там, за 3 дня, что ли. Он никак понять не может, как сделать так, чтобы его товар видели больше. Я говорю, ну, просто бид поставил на 6 долларов. Поставил, у него там за несколько часов там 50 тысяч, он говорил, там, эти, impression. Я говорю, ну, ты из бюджета. Он говорит, ну, кликов, но кликов еще не было. Я говорю, ну, ты. И он сразу отключил, обратно упал. И опять перестали impression. Я говорю, ну, вот, видишь, все просто. И там, как утюг. Ты его включил в розетку, он работает. Не включил, не работает. Просто оптимизировать его, чтобы он затрат меньше тратил. Чтобы он был эффективен, это другое дело. Я вот сейчас хедлайнам. У меня даже на одном аккаунте я вообще полностью рекламу все выключил. Тупо на хедлайне сижу. Я не могу сказать, что я в восторге. В принципе, акост может быть чуть-чуть пониже. У меня просто там зашкаливало вообще. То есть, все грустно достаточно было. Чуть-чуть пониже. Но я могу сказать, бид у меня там 4 раза меньше. То есть, соответственно… А сколько у тебя на рекламу выходило? Уходило? По деньгам, что ли? Да. Я не помню. У меня бюджет очень большой из-за этого. Даже не знаю. Ну, у меня там, я не знаю, компании… По-моему, даже мануал там что-то вообще не было. Я мануал убрал, потому что ужас какой-то творился. По-моему, компании 5-6, на каждый бюджет 100 долларов. То есть, ну, так. Ну, я просто проводил еще проверку боем, именно без раздач, без буста. Вывести только чисто за счет рекламы, за счет автомата. Меня, честно могу сказать, опыт не вдохновил никак совершенно. То есть, надо в любом случае, как я всегда делал, комплексно подходить. Ну, я говорю, ну, сейчас проблема не в бустах, не во всем. Проблема, как удержаться. Я много раз падал уже, вот, я просто уже никуда не спешу. Вот. И получается так, что, да, ну, можно вылезти и что дальше делать. Или Амазон тебе бабахнет, или негативом зальют. То есть, надо понимать, куда дальше двигаться. Из-за этого я сейчас именно работаю глубоко с отзывами, как я их буду получать, как этим заниматься. Вот над этим, в принципе, сейчас только и думаю. Никаких там у меня сильных мыслей нет по поводу, как бы установить товар, как его в топы вывести или еще что-то. Просто вот мои услуги продаем в топы, выводим. Ну, например, есть какие-то круто продаваемые товары, в которых я не участвую. Те же Bluetooth-наушники, те же там, я не знаю, там, может быть, диффузеры там. Ну, всякая фигня, электроника, провода там, как-нибудь, неважно. Ну, вот. То есть, им надо в топы вышел, он там за три дня, там, этими оборотами отобьет эти бабки. Но где-нибудь, ну, товары, где 10, там, 50, там, 20 продаж в день с ценником, 15 долларов. Какой смысл такую услугу брать? Ну, другой стороны, за два месяца можно зацепиться, закрепиться. А сколько вы на рекламу потратите? Сейчас, если мы когда начинали, мы по 5 баксов покупали в отзыв, получался он в себестоимости. Ну, вот. Ну, плюс, там, Амазона мы платили, ну, это как бы обычный фиг. А сейчас у нас уже, там, отзыв стоит нормально, это двадцатка. Нормальный отзыв. Не на говно аккаунт, на котором, там, миллион одинаковых покупателей, одинаковых покупок, пересечения корзин. И просто до поры до времени, как у меня, просто взяли со всех, там, двадцати пяти акт товаров, просто убрали, все вот, да. Постепенно, плавненько так. Вот. То есть, ну, смысл. Ну, заплачь эти 5-10 долларов и в унитаз сольешь этот отзыв. Поработаешь месяц. Вот. Смысла не вижу. Постоянно их удаляет, я вижу, у людей. А если отзыв уникальный, хотя бы только он для тебя, лично аккаунты созданы. Вот. Или реальные покупатели, которые не участвуют во всех этих схемах, ну, он будет реально дорого стоить. То есть, там, двадцать-тридцать долларов. Многие больше заплатят. Ну, вот. Потому что сейчас здесь. Надо, получается же, надежнее. Ну, мы не знаем. Вот мы сейчас тестим, деньги тратим, не знаю. Надежнее всего это найти людей уникальных, которые, там, я не знаю, 10 лет на Амазоне, там, сделали, там, тысячи покупок, ну, и делают этот, как их звать, и отзыв там раз в год пишет. И ты к нему, я сам, он тебе там написал, там, тоже один отзыв. Это, это самый надежный 100%. Таких нет. Таких, я не знаю, чтобы найти, там, надо, там, душу дьявола отдать ему. Вот, мы говорим о вещах элементарных, о том, чтобы, вот, у меня старт, мне надо 10 отзывов. У меня конец месяца первый, мне надо 30 отзывов. То есть, отзыв в день хотя бы. Все, мне 30 отзывов за глаза. У меня еще на некоторых аккаунтах, лисингах один отзыв, два отзыва, три отзыва. Сейчас, так как Амазон, надо понимать, его сильно подчистили, намного легче работать. Намного легче бустовать, намного легче продавать. Это факт. Вот, уж все в таких же одинаковых условиях. Вот, из-за этого, кто идет к быстрым деньгам, кто идет к быстрому результату. Ну да, я, я уже это все прошел. Несколько раз. Вот, мы пытаемся как-то обойти все эти вещи. Ну, я не знаю, что получится, будет, информацию расскажу. Вот, headline search, я говорю, вот, мне понравилась вот эта headline реклама, то, что все-таки бит намного дешевле. Если я раньше удалял бит с четырех, например, показов, с четырех, с пяти, то при снижении рекламы в четыре раза я могу с двадцати, то есть дать двадцать кликов на то, чтобы только удалить этот. Плюс я очень серьезно, у меня была ситуация с перевертышами, когда кейворды, на одни и те же кейворды разные серфтермы вылазили. И одинаковые серфтермы вылазили. Я как бы с этим столкнулся, да, это как-то не сильно от внимания обращал, ну как бы, ну да. Но столкнулся с такой ситуацией, что у меня топ-1 по продажам с топом-1 по затратам. То есть на котором нет продаж, а ключ, например, там бревно, и на нем больше всего продаж бревно. А какой-нибудь там ручка для бревна или там ножка для бревна, они у меня как бы это... Сейчас, извини, секундочку. Да. Ну, давайте подытожим. Как мы уже говорили, у нас добавилась регистрация Китая, Австралия, Великобритания. Опять-таки стандартные рекомендации перед запуском товара обязательно проверить на патенты и сделать хороший нейминг. Подобрать название и обязательно его проверить в базе USPTO. Чтобы оно было свободно. Проверить обязательно на комбинации. То есть, как я говорил, звездочка спереди, звездочка сзади. И можно обменять какую-либо транслитерацию. 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 Понятно. На патент самое простое это подобрать все ключевые слова. То есть, допустим, как я сказал, на примере очков. У нас есть очки. И дальше мы смотрим, какие ключевые слова. Обычно они у вас чем-то схожи с вашим search темпс, которые вы делаете в семантическом ядре. Единственное, что при поиске на патент там нужно учитывать какие-то технические характеристики. Например, вот с очками сразу же понятно, что это нужно проверять на Polaroid и так далее. Самый простой вариант проверки на патент это все-таки Google Patents. Это наиболее простая база. Есть более сложная база, но с ними тяжело работать. То есть нужно быть профессионалом. Google Patents достаточно легко. То есть там забываешь вот два-три слова ключевых, основных. То есть на примере это очки, Polaroid, к примеру, для вождения, For Driver и так далее. Дальше, если вы проверяете товар для того, чтобы завести, это огромный плюс, потому что очень большое количество патентов будет недействительным. Максимальный срок действия патента на изобретение 20 лет, патента на дизайн 14 лет. То есть вы когда проверяете патенты, обязательно смотрите в каком он состоянии. Если он недействителен, это очень положительно. С патентами тоже есть небольшой нюанс. Очень часто патент из Германии может по международной процедуре, к примеру, перейти в США или из Китая. Поэтому нужно проверять и, скажем так, основные страны. И смотреть, если патент перешел в международную стадию, то нужно рассчитывать на то, что где-то в течение года, полутора лет он войдет в силу в США. То есть есть и такой нюанс. Он сказал так, история. У нашего клиента он продает, скажем так, средства, приборы для гигиены и так далее. Заблокировали аккаунт по патенту из США. Ну там была существенная разница. Он спорил с конкурентом. В конце концов он запросил от своего... предложил ему сказать его конкуренту в том, что если он не разблокирует его на американском рынке, то китайский поставщик заблокирует его в Китае, по китайскому патенту. Естественно, это такая опатовая ситуация, что они очень быстро договорились о том, что они будут дружно торговать каждый своим товаром. Это что касается поиска по патенту. Денис, ты на связи? Да, я здесь. Все понятно? У меня тут немножко свет, смотри, прерывалось. Смысл ясен. Так, так, так. Что тут у нас? Хотел сказать по поводу лайвов. Я сейчас лайвы не провожу. Провожу вебинары. Ссылки я скидываю в группе. Скидываю ссылку первую на Zoom. То есть кто не понимает, как зайти там и так далее. То есть у нас есть всегда мероприятия. Создаем. И внизу мероприятия есть вот эта вот ссылочка. Переходите в Zoom и попадаете к нам, соответственно, сюда. Здесь мы можем общаться голосом. То есть весь смысл. Вообще все это я создавал именно для общения. Почему-то общения у нас очень мало. Вот. Здесь чат есть. Можно также писать. Никаких проблем в этом нет в Zoom. Связь лучше. Звук лучше. Никаких проблем нет. Вот. Что еще хотел сказать? По поводу услуг забыл еще упомянуть то, что мы делаем выкупы бесплатно. Плюс только процент на перевод денег, на все эти дополнительные затраты. Но в любом случае это, насколько я помню, там 15% от суммы. Просто копейки. Вот. Так что обращайтесь. Здесь вот есть Skype. Саша у нас этим занимается. Там были сложности. Некоторые. Народ он людей нанимает, потому что он просто не справляется. Вот. Имейте в виду. Я просто вижу в группах у меня ребята за 2 доллара, за 4 доллара делают выкупы. Ну, я не знаю, зачем это делать. Если можно сделать это бесплатно и по графику, по тому объему, который вам нужен, мы в принципе можем перелопатить большой объем. Вот. Для чего мы это делаем? Вот это вот благотворительностью мы не занимаемся. Мы исключительно выкупаем ваши товары, делаем корзины и через них получаем себе верифайл. Ну, в принципе. Думаю, чтобы не было никаких вопросов, для чего все это делается. Ну, вот. Я считаю, всем должно быть удобно и выгодно. Если бы у нас были бы переизлишки, когда-нибудь, может быть, счастлив в момент на супе, тогда мы будем делать и верифайл и выкупаем. Но пока на начальной стадии, кто заказывает во всяких организациях там вероланчи, зонбласты и все остальное, имейте в виду, что есть альтернатива и не надо платить там какие-то тарифы и там 400, 500, 1000 долларов там и так далее. Вот. Второй момент. Эти все организации, можно сказать, да, у них там живые аккаунты, но это бабушка Надова сказала, потому что я знаю людей, которые для аналогичных организаций создают ботов, и они также фигачат эти товары и потом оптом продают. так что разговоры о том, что там все белое и красивое, но это не факт. Второй момент. Второй момент. Это то, что они делают исключительно по купонам. Мы можем делать по купонам. Нет, по купонам мы не делаем. Не помню, короче, надо у него спросить, напишите ему в скайпе. В любом случае мы делаем в первую очередь за полную стоимость, что бы там кто ни говорил и как бы там это ни говорил, в любом случае за полную стоимость ровно пропорционально сильнее работает, чем за купоны. Вот и все. Так что вот, вот что я хотел сказать. В принципе, по всем остальным услугам я рассказал. Основным нашим это выводим в топ, увеличим количество ключей, вот связка так называемая. Точнее увеличим количество отзывов на аккаунте. Что там, бус вот этот вот делаем. Разбан аккаунтов и продаем селер аккаунты. Так что имейте в виду, кому надо обращать. Саша, соответственно, с торговыми марками. Так что контакты я в ютубе под видео оставлю. Или они у нас все, в принципе, услуги наши находятся вот здесь, в описании всех групп на фейсбуке. Таблица инструментов. Здесь много всякой информации, так что заходите. Она в открытом доступе. Здесь все, в принципе, есть. Реферальные программы, там всякие программы нужные. И все наши услуги. В принципе, я все. Саша, что добавить? Я тоже. Всем тогда удачи, всем пока. Да, всем удачи. Удачной торговли. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры Ergo Seom. Продолжение следует...